Китайский режим После волны арестов неискренних к партии чиновников, начатой китайским правительством в Восточном Туркестане, власти приняли решение начать новую операцию под названием «Борьба с лицемерием и сепаратизмом». В связи с данным вопросом партия издала доклад под заголовком «20 путей решения вышлоупомянутых проблем», в котором подробно излагаются методы определения и наказания сотрудников госучреждений, покрывавших и помогавших так называемым преступникам-националистам. Военный корабль и грузовики, перевозящие китайских солдат, взяли курс на Гонконг, где последние три месяца не прекращаются демонстрации против законопроекта об экстрадиции. По сообщениям информационного агентства «Сингхуа», военный корабль и грузовики с солдатами Народно-освободительной армии Китая вошли в Гонконг в 4 часа утра через порт Хуаннанг в целях выполнения плановой задачи. Вместе с тем, что информация о количестве солдат была скрыта от общественности, было заявлено, что китайские военные направились в Гонконг для смены караула, проводимой с 1997 года с момента перехода Гонконга в управление Китая. Министерство обороны Йемена сообщило, что в результате бомбардировки Адана и Эбейна истребителями Объединенных Арабских Эмиратов число раненых и погибших превысило 300 человек. Больше всего пострадал район Зен-Джибар, на который было сброшено 10 бомб. Эмиратовские истребители продолжают полеты над временной столицей Йемена. Пакистанская армия сообщила, что провела успешное испытание баллистической ракеты. Пресс-АТШ армии генерал Асиф Гафур заявил, что ракета, дальность полета которой составляет 290 километров, способна нести различные боеголовки. Информационный отдел управления военно-технического сотрудничества Российской Федерации сообщил, что несмотря на санкции США, Индия произвела предоплату для закупа зенитно-ракетных комплексов С-400. Цитируя слова представителя управления, спутник сообщил, что данный вопрос решен и не подлежит обсуждению. Ранее Владимир Дрожжев заявлял, что Москва надеется получить первую предоплату в конце года и начать поставку систем в Индию, которая завершится к 2025 году.